Здравствуйте, я географ Настя, и сейчас мы разберемся, почему самая длинная река Африки Нил. А перед этим подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на меня вконтакте и в телеграме по ссылкам в описании под этим видео, где я также помогаю вам понимать природу России и планеты. Итак, Нил это единственная река Северной Африки, образуется и слияние в столице Судана Хартум, Голубого Нила и Белого Нила, и впадает в самое старое море планеты Средиземное море. О причинах старости Средиземного моря смотрите в отдельном видео на моем канале. Название Нил происходит от греческого и латинского Nils. Первоначальное название может происходить либо от семитского корня на хал, имеющего значение долина, или речная долина, или в широком понимании река, или из языка ливийских племен, в котором значение вода имело слово лил, которое в дальнейшем преобразовалось в форму Нил. Так почему же именно Нил самая протяженная река Африки? Вопреки мнению, что в Африке их нехватка чистой пресной воды, Мазири вообще-то богат на реке. Это, конечно же, Нил, это самая глубокая река Африки Конго, это река Замбези, Нигер, Оранжевая, Лимпопо. Мы видим, что Нил это самая большая река Африки по количеству природных зон, в которых она расположена. С севера на юг, давайте их перечислим. Это пустыни, саванны и зона влажных экваториальных лесов. Также мы видим протяженность Нила по количеству стран, по которым протекает Нил. Конечно же, это Египет со столицей Каир, где именно по берегу Нила находятся знаменитые пирамиды, одной из семи старых чудес света. Также это Судан со столицей Хартун, это Южный Судан со столицей Джуба и Уганда со столицей Кампала. Большая часть Нила расположена во влажном экваториальном и субъекваториальном климатах с обильными осадками. Именно дожди на экваторе питают Нил и не дают ему пересыхать даже в пустыне Сахара, самой большой пустыне планеты. Нил берет начало при слиянии белого Нила и голубого Нила в столице Судана Хартун. Но все-таки свой объем, вот эту хотя бы какую-то воду, Нил берет именно от белого Нила, который вытекает из самого большого озера Африки, озера Виктория. О причинах большой площади Виктории смотрите в отдельном видео на моем канале. Так озеро Виктория накапливает в себе воду и сбрасывает ее вниз по течению в Нил. Нил протекает по понижению большого африканского разлома, который через 5 миллионов лет окончательно расколет Африку на нубийскую и сомалийскую плиты. А на месте Нила будет новый океан. Так на востоке Африка имеет уклон к северу и вытягивает Нил в меридиональном направлении на 6650 километров. По протяженности Нил занимает только второе место после Амазонки в Бразилии, со столицей Бразилия в Южной Америке. О причинах большой протяженности и большого объема Амазонки смотрите в отдельном видео на моем канале. Таким образом, Нил самая длинная река Африки из-за начала в экваториальном климате, из-за притока с озера Виктория и из-за уклона на северо-восток Африки. А если вы ходите в походы или вы организовываете походы и туры, или вы путешествуете по России и миру, если вы хотите понимать, знать, чувствовать, как образовалась природа вокруг в любой точке планеты, если вы хотите рассказывать о природе грубимому человеку или ребенку, и стать самому себе экскурсоводом в природе, потому что природа это красивейший, огромнейший музей под открытым небом, то в этом вам поможет мой онлайн-курс «Природа мира». Переходите по ссылке в описании под этим видео, знакомьтесь с программой курса и бронируйте свое место на курсе. Нил исторически и географически концентрирует вокруг себя людей. Взять тот же Древний Египет. Высокая плотость населения по берегам Нила приводит к строительству гидроэлектростанций для обеспечения электричества. Взять тот же мегаполис Каир, столицу Египта. Плотины на Ниле задерживают течение реки, ухудшает полнородность почвы, которая ранее обогащалась за счет отложений Ила, что подрывает единственную возможную статью дохода в бюджете стран, это как сельское хозяйство. Если еще в Египте хоть развит туризм, то тот же Судан, Южный Судан и Уганда, но они это аграрно-отсталые страны, которые зиждятся, основываются на сельском хозяйстве. Также Нил используется для полива сельскохозяйственных угодий, коммунальных и бытовых нужд, выработки электроэнергии, речного судоходства, запасов пресной воды, туризма и отдыха. Все это загрязняет бытовым мусором и ядохимикатами с полей, которые попадают в воду, да еще и уменьшает уровень воды в реке. Поэтому нужно ставить солнечные батареи в пустыне для обеспечения людей электричеством вместо гидроэлектростанции. Все, закончилась эпоха теплой гидроэлектростанции. Хватит! Надо их все закрывать, сушать и пью. А что, конечно, тяжело будет, хотя бы уже меньше использовать, а новых не строить. Нужно будет скважины использовать подземные воды, а не брать воду из Нила. Нужно использовать органические удобрения и ставить очистные сооружения на объекты коммунального хозяйства, потому что вся грязь с Нила стекает в Средиземное море, где особенно развит туризм и проживает и меньше людей, чем побережье Нила. И вот эта вся связь с природой должна нам показать и установить международные соглашения по сохранению нашего общего дома, нашей планеты Земля. Красивейший, интереснейший и благоприятный для нашей жизни и жизни наших детей и будущего всего человечества. Спасибо вам за внимание. С вами была я, Географ Настя, и увидимся в следующем видео.